Всем доброе утречко! Сегодня мы с вами будем проходить чистку китайских можжевельников. Самое главное и первое, что мы должны знать, мы обязательно одеваем перчатки, потому что все виды китайского можжевельника, они ядовиты. Какие бы ни были, в принципе, все можжевельники ядовиты, кроме можжевельника обыкновенного. Поэтому обязательно каждую весну мы с вами берем, открываем низ и убираем аккуратненько всю вот эту гадость. Почему? Потому что, во-первых, в таких условиях обязательно будет у вас развиваться грибковые заболевания. Соответственно, будет постоянно садиться влага и с каждым годом все больше вот такой штучки будет. Поэтому каждую весну, в принципе, можно это делать и осенью, просто, видите, побег уже ссохший, грязный. И вот за счет того, что обилие вот этого всего было, просто само по себе сгнил. Поэтому чистить китайские можжевельники надо нам каждый год. Поэтому обязательно берем аккуратненько подсохшие побеги, аккуратно срезаем мы с вами, чистим потихонечку, видите, сколько гадости накопилось. Это, походу, в том году пропустили. Ну, за год вряд ли он бы столько сбросил. Но если у вас вдруг за год вот так сбросил, скорее всего, надо будет по весне поработать антистрессовыми препаратиками. Для чего? Чтобы снять стресс. А мы в этом году обязательно его попроходим. Видите, сколько сухих веточек. И мы потихонечку, потихонечку с вами его чистим. Убираем все сухие веточки. Плохие веточки. Почему? Потому что мы сейчас его облегчим. Дадим ему возможность к развитию. И он нас отблагодарит весной хорошим и сочным ростом. Плюс, видите, грибковых, слава богу, ничего не развилось. Но, скорее всего, поболел серьезно. Видите, сколько сухих веточек. И вот так аккуратненько, методично мы с вами выстригаем все плохие веточки. Оставляем только хорошие. Видите? Ничего сложного. Только обязательно, ребят, одеваем перчаточки. Почему? Потому что не будете одевать перчаточки. У вас, во-первых, раздражение кожи будет. Во-вторых, неприятные ощущения. А в-третьих, опять же, бывает такое раздражение, что руки краснеют. То есть от можжевельника. Ну, не у всех. У меня, допустим, нет. Наверное, уже за столько лет обработки с можжевельником. Как-то это. А поначалу очень неприятные ощущения были, в принципе. Ну, и раньше я тоже делал это без перчаток. Поэтому, скорее всего, это все и было. А сейчас только в перчатках. Так что, вот так мы почистили. Обязательно проверили. Все чистенько и красивенько. Все сухие веточки мы с вами убрали. Видите, какой преобразился даже немножко. А пойдет молодой прирост. Восстановит шапочку. И будет просто красавчика. Тоже, смотрите, видите, полуподсохшие побеги. Мы их тоже убираем. Вот, видите, уже идет полное засыхание. Тут чуть-чуть осталось. Я немножко выше приподнял, срезал. Чтоб дальше продвижения не было. И чтоб дальше ветка не сохла. Обязательно просматриваем все. И аккуратненько это все убираем с вами. Чтоб у нас было все красиво. Вот таким нехитрым образом мы его почистили. И получилась красота. Красивый, сочный можжевельник. Не ровен тому, который был. Видите, какой красавчик. Чистенький, красивенький. На весну мы обязательно с вами еще их поразбираем. Так, это был у нас с вами Blue Star. Следующий можжевельничек мы почистим с вами Blue Alps. Опять же, видите, подсохшие веточки. Мы их аккуратненько все убираем. Чтобы у нас, во-первых, не развились грибковые заболевания. Аккуратненько все почистили. Ничего сложного нет. На каждый можжевельник тут 5-6 минут работы. И у вас уже все чистенько и красивенько. Вот таким вот нехитрым образом мы китайские можжевельники с вами и чистим. В принципе, ничего сложного в этом нет. Но это обязательно для чего? Тогда растение у вас менее подвержено к болезням. Чувствует себя прекрасно. Нарастает лучше. Не тянется. И опять же, меньше грибковых заболеваний. То есть, из-за того, что у вас там не накапливается масса, она не создает благоприятную атмосферу для развития грибковых заболеваний. Чистенький, красивый можжевельничек. И вот таким образом мы с вами чистим все виды можжевельника. Опять же, отдельно можно сказать про стрикту. Стрикту обязательно надо внутри вычищать. Она очень стрессовое растение. Скажу так, как есть. Очень стрессовое растение. Конечно, если им не заниматься, то растение получается прям ужасным-ужасным. Поэтому обязательно и с ним надо работать. Поэтому стрикту обязательно в хорошие условия. И эта стрикта будет радовать вас насыщенной цветовой гамой и яркими цветовыми красками. Как-то так. Надеюсь, было видео полезное. В следующем мы будем с вами разбирать шаровидные туи. Будем чистить, приводить в порядок. Будет, думаю, интересно. Всем хорошего дня. Все будет хорошо.